После выхода официального СДК исхода, для Модостроя на базе метро открылось немало возможностей. От потенциального переноса на новый движок уже разрабатываемых проектов, до воссоздания на его базе других игр. К примеру, тот же Сталкер. Наиболее обсуждаемый вариант на данный момент. Однако, многих интересовал вопрос, что же будет с модификацией наследия от Green Games Group. Ведь проект был в активной стадии производства на рельсах редакса. И было непонятно, как будут действовать разработчики. Но уже через пару дней авторы дали ответ, опубликовав в своей группе новый скриншот. Стало понятно, что наследие таки будет на движке Эксодуса. Реакция была неоднозначной. С одной стороны, приятно, что проект в конечном счёте выйдет более технологичным. Но с другой, появлялись вполне обоснованные опасения, что процесс разработки теперь затянется и дата выхода существенно сдвинется. Но так ли всё однозначно? Для ответа на эти и другие вопросы, я решил взять интервью у разработчика проекта. Разговор вышел довольно интересным. Досмотрите ролик до конца, узнаете немало всего нового. Что ж, не буду больше затягивать. Усаживайтесь поудобнее. С вами, как всегда, Рик Вайтл. И поехали. Слушай, можешь сейчас хлопнуть, пожалуйста, чтобы потом на дорожках как бы это, ну, отследить, где диалог начинается. Я хлопну, и ты хлопнешь. Хлопнуть? Да, просто хлопнуть. Раз, два, три. Я не могу так. Ну, просто хлопнуть тогда. Так пойдёт как-то. Да. Всё, отлично. Ну чё, начинаем тогда? Ну всё, давай, погнали. Всё, погнали. Три, два, один. Итак, давай для начала вернёмся на пару лет назад. Модификация Проводник. По сути, первый полноценный мод на метро. Вообще, на самом деле, это удивительная в каком-то смысле история, ведь за долгие годы существования серии не было и намёка на возможность реализации вот чего-то подобного. А в связи с этим у меня к тебе такой вопрос. Почему решил разработать мод именно на базе метро? Почему не на тот же Сталкер, к примеру? Ну, смотри. Так, во-первых, всем привет. Привет, меня зовут Данил, и я разработчик мода на метро, то есть метро наследие. Наша команда GreenGamesGroup, и я как бы представляю такой, можно сказать, менеджер, наверное, команды, какой-то в каком-то смысле креативный директор и, в принципе, ну, главный левел дизайнер по проекту. И твой вопрос, почему я решил именно разрабатывать мод на метро, да? Да, да. Почему мод на метро? Потому что я большой фанат вселенной, в принципе, метро. Сталкер меня как-то в своё время не зацепил. А вот метро прям вот в 11-м году, вот ещё в 11-м году, будучи школьником, я купил диск, метро 2033, ещё оригинальная часть была. И я не знаю, мне так это понравилось просто. Я сразу начал интересоваться, там какие-то книги есть вообще, там, Вселенная, Глуховский. И сразу там группы какие-то ВК начал искать, там, все дела. И тоже нашёл сообщество. Ну, это уже, наверное, было в году после выхода Ласт Айта, это был год, наверное, 13-й. Я нашёл сообщество. Фанатское сообщество есть большое очень в ВКонтакте, там, по метро. И там познакомился с ребятами многими, туда-сюда. Ну, и очень как-то завертелось, что, в принципе, всю свою жизнь я фанател по метро, я читал книги по метро. У меня где-то, ну, книг 70 прочитано, в принципе, по вселенной. Ну, к сожалению, то, что пишет Глуховский, мне не особо нравится. И, в принципе, 2035 я в кратком содержании прочёл. А первые две книги, ну, я не то, что их не читал, я так, в общем, знаю, что у них происходит. Если это можно сказать. И поэтому метро, а не сталкер. Потому что я большой фанат метро. И, в принципе, все мои проекты, которые были до моддинга метро, они тоже были связаны с метро. Да, вот так вот. А был ли в целом опыт в создании модов, или ты все изучал с нуля? А, опыт в создании модов, наверное, на другие игры. Ну, хотя, был, короче, проект в 2015 году, и... Ну, я тоже, да, был школьником, и с ребятами, короче, мы делали метрокрафт. У тебя уже был видос по данному метрокрафту. А, да-да-да, да, было. Ну, тогда это был другой метрокрафт. Я, возможно, даже здесь кинул там скриншочки, прикрепишь. И с ребятами мы делали метрокрафт-35. Он был основан на 2035 году, то есть на книге Глуховского метро-45 был на этой книге основан. Там была построена очень большая часть поверхности, прям в реальных масштабах мы строили. У нас модель, там оружие, короче, мутанты из книг были, которых мы модели. Там истории какие-то из книг. Короче, прям углублялись так во вселенную. Прям было круто. И я не знаю, можно ли это назвать опытом. Потому что я, как уже говорил, главный левел-дизайнер. В принципе, все, что вы видите на уровнях, это... Ну, если вы там видите какие-то косяки, то, скорее всего, эти косяки сделал я. Вот все трейлеры, которые вы видели, все объекты, которые там поставлены, в принципе, как-то кадры построены, это вся моя вина. Вот как-то так. Опыт создания модов, я говорю только, вот только Майнкрафт с ребятами мастер-вак пилили. И это был 15-16 год. В общем, давным-давно. В 17-м году последний раз что-то там, наверное, делали и все. Вот как-то так. Изучал. Наверное, да, все с нуля. Опыт уже на проводнике набивался как-то. Ну, то есть, как я понял, проводник это как раз-таки проба пера, да? А закладывалась ли какая-то конкретная цель при его разработке? Или это была как раз-таки одна из тех историй, когда ты делал все по фану, для себя, без каких-то высоких целей? Вот, как вообще все это было? Первоначально проводник не создавался как какой-то глобальный мод на метро, если можно так сказать. Первоначально это была маленькая локация с гаражами. Как бы тестовый левел просто. Мы хотели там тестить возможности движка, что он умеет, что мы можем с помощью него делать. И в какой-то момент там еще ребята подтянулись в команду. И мы такие, типа, ну давайте что-нибудь сделаем, выпустим. Почему бы и нет? Ну и собрали там и сюжетку накидали по-быстренькому. Мы там его, в принципе, сделали что-то за месяц три, наверное, четыре максимума. Мы там собрали все, подсобрали, поднастроили, подучились. Ну, было очень много проблем, на самом деле, с разработкой проводника. Прям там вообще ужас, на самом деле, был. Вот как раз-таки я хотел к этому сейчас перейти. Вот с какими вот серьезными трудностями ты столкнулся при разработке своего первого проекта? Короче, у нас в старом движке, ну или как можно так сказать, в самодельном движке еще, который делал Мадера, на котором мы работали вот до 24 января, это даже не то, что в движке, а в самой игре, короче, есть лимит на объекты, на объекты есть лимит. В оригинале этот лимит очень, очень, короче, маленький. Там нельзя большое количество объектов на уровень ставить. То есть там надо как-то вот этот лимит упереться, и чтобы у тебя ничего не вылетало. А мы не знали тогда об этом. И вот я, короче, пропил уровень, ну как бы заполнял уровень объектами, там машинки все туда-сюда, сосульки. Прям плотненько так делал. И в какой-то момент там даже было меньше одной шестой даже локации уже сделано. И оп, теперь я захожу в игру, у меня все вылетает. И непонятно почему. Я убираю часть объектов, и у меня все это запускается. И вот это, наверное, была первая такая проблема, с которой мы столкнулись, это прям вообще беда была. Потому что нужно было как-то сделать локацию, причем уложиться в лимиты, которые у тебя есть. Ну, о которых ты можешь сказать даже не знаешь, о этих лимитах. Это вообще на самом деле дурдом был. Вот уже в редакции, в редакции, да, этих лимитов, нам, можно сказать, их нет там. Они есть, но там очень большой буфер, короче. А как спустя годы и накопленный опыт сам оцениваешь первую работу? Ну, уже говорили, что это, типа, проба пера. Мы просто попробовали, что мы можем. Вот и все. И выпустили, в принципе. Ну, выпустили-то его потому, что, чтобы показать, что, в принципе, мода на метро делать возможно. Просто этим никто не хочет заниматься. То есть вы сами в целом остались довольны проделанной работой. Не было такого, что сейчас уже спустя годы думаешь, вот надо было все-таки побольше времени этому проекту уделить, чтобы было еще лучше? Или ты нормально к этому относишься? Да нет, для первой работы на самом деле нормально, потому что в команде, например, все, кто делал этот мод, условно говоря, не занимались ни сталкерским моддингом, вообще в целом никаким моддингом. Типа, вот просто ребята пришли, там, я чуть-чуть умею моделить, я чуть-чуть там умею программировать, я там чуть-чуть умею заполонить локации. И все. И вот так начали делать проводник. А был ли какой-то фидбэк от самих 4A Games? Они выходили с тобой на связь вот после проводника? Да, я даже больше скажу, я на связи с 4A Games был еще до разработки проводника, потому что я в таком сообществе общался, метрошников, если можно так сказать. Ну, короче, да, связь была с 4A Games, фидбэк тоже был, не буду говорить, наверное, от кого из 4A Games, хотя, наверное, можешь сказать, но не буду, ладно. Короче, общались мы с человеком, с которым мы консультировались, там, ну, короче, какие-то вопросы там еще по движку задавали. И как раз-таки мы даже с Олесем Шишковцовым, который, в принципе, написал 4A Games, ой, 4A Games, 4A Engine, Олесь Шишковцов, и мы к нему выходили на связь, что-то там спрашивали насчет как раз-таки этого буфера, из-за которого у нас были проблемы. И он нам отвечал, что, типа, это вшито в движок, и без хука, типа, с этим нельзя разобраться. И фидбэк был, да, нам разработчик, наш, нам разработчик присылал файлик, где там описал, как все свое прохождение проводника, там вообще угорали конкретно. Ну, прикольно, прикольно, что даже оригинальные разработчики метроя поиграли в наш мод, прикольно. Не мог бы ты зрителям рассказать о всех этих затруднениях и подводных камнях, связанных с СДК? Я вот лично таки не смог до конца понять, что там за нюансы были, и вот в связи с этим хотелось бы восстановить полную хронологию. Что там было с уже упомянутым тобой инструментарием Мадеры, и, собственно, вот перейти к реальным сегодняшним. Как все это началось? Ну, вообще, да, то есть, какие были основные затруднения, связанные с СДК, какие нюансы были при разработке, и как вообще развивался инструментарий для метро? Нюансы разные были, это в плане неудобности какой-то интерфейса, там, каких-то у тебя функций нет, какие-то есть, и, понятное дело, что в самодельном СДК, особенно на ранней его стадии разработки, когда еще Мадер его только начинал пилить, там, условно говоря, было две кнопки и поставить объект, все. Потом Мадер начал его улучшать, начал всякие фичи туда добавлять прикольные, типа, дошло до того, что в СДК, в самодельном СДК для метро, ты просто нажимаешь одну кнопку, и сразу у тебя заходит, все в игру, и ты тестишь, как у тебя что получилось, вот так вот. Самодельный СДК. Не, Мадер, на самом деле, в данный момент, в данный момент, самодельный СДК вот на тот же оригинал модить, если 2010 года, то там все, все есть для этого. Типа, сейчас можно оригинал, 2033, вообще, вот спокойно модить, вообще, без каких-либо ограничений. Там уже есть и хуки различные, которые там убирают весь буферок на объекты на уровнях, там вообще все есть, я не знаю, мне кажется, там и анимации можно добавлять, там, короче, полный фарш. Нюансы еще какие были, и технических нюансов, я не скажу, что еще какие-то были, наверное, больше, возможно, где-то рук не хватало, где-то знаний не хватало, а так особо, кроме как вот этого буфера на объекты у нас не было затруднений. Хорошо, перейдем к наследию. Не кажется ли тебе, что наследие, с учетом концепции и всех задуманных нововведений, слишком высокая планка для второй работы? Нет страха стать заложником своих амбиций? Ну, давай начнем прям с самого начала, как вообще появилось наследие, да? Вышел проводник, мы получили прям какой-то фидбэк, мы даже не ожидали, типа, ноунейм, считай, какой-то мод на метро выкладывает, а там ютубер какие-то прям популярные начинает видос какие-то пилить. Прям вообще обалдели. И наследие. Наследие начал делаться уже, наверное, спустя неделю после выхода проводника, то есть мы такие что-то сели с командой, посидели, порассуждали, не, все-таки надо делать моды дальше. И оригинал, оригинал, естественно, потому что на тот момент не было ни редукции, ни уж точно эксодусы, это был 2020 год, весна. И все, мы сели как-то делать, начали прорабатывать, в принципе, концепт моды. И первая концепция мода, скажу так, первая концепция мода, если бы мы ее делали по первой концепции, то мод бы уже вышел, наверное, года полтора или, ну, или год назад, типа, максимум. Первая концепция наследия. Там, в принципе, была одна станция, кусочек поверхности, краски, где Министерство иностранных дел, там, короче, вот эта вот часть, Смоленская площадь. И все, это должен был быть мод, похожий на кшатри, типа, луталки, там, мутанты по поверхности бегали бы, вы просто ищите лут какой-нибудь и приносите на станцию, как бы, все. Потом пришли еще ребята в команду, как-то нас уже стал побольше, и как-то все это переписывалось постоянно, вся концепция, там, додумывалось, мы прям сидели, голову ломали, да мы и до сих пор ломаем, как там это лучше сделать, как то лучше сделать, а как тут. И сидим, что-то такие, блин, да что-то это, какой-то маленький мод получается, может, что-нибудь побольше сделаем. И мы что-то так просидели, наверное, за один вечер мы, в принципе, продумали концепцию уже того наследия, которое есть сейчас. Я даже скажу больше, в одну четвертую, ну, первую половину разработки, или как можно сказать, на начальной стадии разработки, в принципе, даже названия у проекта не было, он в диздоке, просто у нас прописан как Open World Project и все. Я, на самом деле, не боюсь, потому что, вот, ты говорил там, заложникам своих амбиций, да? Да-да-да. Я как-то, не знаю, у меня нет страха, потому что мы все можем сделать то, что сейчас у нас расписано и придумано, и уже сделано, а часть уже перенесена. Ну, вот так. Нужно просто работать и заниматься, вот, вот что я и скажу. Уже сейчас историю разработки Legacy можно назвать, по сути, уникальной, ведь за несколько лет создания проект разрабатывается уже на третьем движке. Казалось бы, вот вы, наконец, переехали на редакс-версию, все в порядке, освоили новый инструментарий, подходы к разработке, все налажено-отлажено и так далее. И тут, 24 января, Foray Games выкатывают SDK Exodus. Какова была твоя первая реакция и реакция команды на все это? Угу. И в этот момент, как раз-таки, когда вышел SDK, я сидел с Андреем, с нашим главным моделлером, мы сидели с ним в Дискорде, что-то обсуждали, как обычно, и я просто открываю новости и смотрю, просто передо мной картина «вышел SDK на Exodus». Типа, мы пять минут разговаривали о том, как что-то там будем реализовывать на редаксе, и тут выходит SDK на Exodus. Я просто сижу, у меня глаза по пять рублей, типа, и что делать? Типа, первый день вообще, когда я только SDK вышел, я вообще не понимал, что делать, что будет дальше. Типа, что вообще происходит? Немножко, наверное, как-то было страшно, что там в этом SDK, но как-то... Сейчас уже не страшно, на самом деле, сейчас уже прям... Все ровно. А вот ваш опыт работы с прошлыми проектами помог в освоении нового SDK, или пришлось изучать некоторые аспекты с нуля? Ну, конечно же, были трудности, наверное, в первую неделю как-то. Потому что, условно говоря, я, может, я скину с корены, посмотри на SDK Modera и официальный SDK. Как бы, немножко это... Немножко там, да, по-другому. Опыт все равно какой-то есть, потому что даже самодельным SDK Modera как-то пытался повторить какие-то определенные функции, которые работают так же, как и в официальном SDK. Поэтому, когда, в принципе, я первый раз зашел в SDK, у меня там не было каких-то особых сложностей, что я там... В принципе, нормально. Есть, конечно, у SDK минусы, но... В принципе, пойдет. Пойдет. За неделю у нас, в принципе, все, кому надо, кто занимается именно технической частью проекта, и за неделю как-то все освоили уже новый движок, новый SDK, и все нормально. А вот решение о переходе на новый SDK и, соответственно, на движок Exodus далось вам легко? Или же были альтернативные варианты? Например, все же завершить разработку на редакс-версии? Решение мы приняли, в принципе, за один день. Вначале какие-то были, я так думал. Блин, ну, может, все-таки доделаем на редаксе. Это будет и не так плохо, как бы. Ну, в принципе, редакс еще нормально выглядит, там, села. Но как-то так подумали, посидели, потыкали кнопочки в SDK, и что-то нам не захотелось сделать на редаксе. Просто поняли, что возможности гораздо больше, гораздо больше можно развернуться в плане скриптинга, там, вообще все в этом круто. У нас там вот Владимир, вот дедушка, мы его зовем. Он прям вообще, он говорит, я зашел, говорит, это рай для меня. Вот эти визуальные скрипты метрошные, это вообще сказка. Короче, вариант, да, только один, Exodus. В общем, сплошные плюсы, да, как я понял, исходя из этого. В основном, в основном, наверное, да. Да, да, да. Но есть и минусы у SDK. Я не знаю, будешь ли ты дальше спрашивать про минусы SDK. А можем прямо сейчас, да, раскрутить эту тему, у меня это было, да. То есть, вот какие основные недостатки вообще SDK, именно вот, кстати, по сравнению с предыдущим SDK, именно, например, условно говорят, Мадеры. О, так и есть, 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 есть. Например, нормальный антитилист. Антитилист, это, короче, список объектов, например, в левой колоночке, в которой ты выбираешь какой-то объект определенный, да, модель, и ставишь ее уже на сам уровень. Вот ты тыкнул слева в колоночку и поставил уже в основном окне, правильно? А в SDK Мадеры это так и было. То есть, было легко вообще. Ты добавляешь там модели определенные, какие тебе нужны, и начинаешь все, как бы заниматься уже уровнем, расставлять там, очень удобно было. Вот уже в SDK Exodus, это уже, я не знаю, это дурдом пока что, я не знаю, может кто-нибудь из сообщества, мододелов там, поможет нам, я не знаю, прикрутит туда нормальный антитилист через какой-нибудь хук. Ну, короче, пока там очень сложно. В плане именно заполнения локаций тяжелее намного, чем в SDK Мадеры. Условно, в SDK Мадеры там у меня намного меньше времени займет, чтобы закончить какой-нибудь там участок уровня, чем на официальном SDK. Мне кажется, сообщество мододелов в первую очередь именно от вас нечто подобного ждет, на самом-то деле. Удалось ли вам перенести готовые наработки на рельсы Exodus, и в целом, как этот переход скажется на строках разработки проекта? Удалось. Мы написали специальный софт, у нас уже даже есть, который переносит уровни с Redux и модели с Redux на рельсы Exodus. Это уже получилось. Получилось и скрипты уже переносить. В общем, работа сейчас идет, кипит, можно сказать. По срокам, по срокам. Я даже не знаю, сколько это можно занять, потому что особенности SDK там еще какие-то не изучены, там еще куда-то надо потыкаться, все дела. Так-то в основном уже все понятно, но есть такие true-моменты, как там говорит один из наших, так сказать, друзей, пират. Короче, вылетает многое в каких-то штучках SDK официальных, но нормально все будет, прорвемся. По сути, на сроках разработки это сильно не скажется, да? То есть вы как бы наметили свой, условно говоря, план разработки, так вы по нему и движетесь. Каких-то сдвигов серьезных не планируется? Да не, не планируется, в принципе. Качество проекта только улучшится. Там у нас есть фанатская группа, короче, метро «Наследие фанка» называется. И я там недавно сливал какие-то приключения нашего главного героя из «Наследия» еще на движке оригинального 2033. Кому надо, короче, тот найдет. Там угар, конечно. Как думаешь, почему 4A Games выкатили SDK именно сейчас, без каких-то, по сути, анонсов, инфоповодов, на ровный месть, по большому счету? Вот как ты думаешь, твое мнение? Ну, проф давно еще говорил про SDK. Он еще обещал там SDK к оригиналу 2010 года, потом кластлайту. И обещал, обещал. Потом говорит, да вот, там, туда-сюда. У нас там нет столько времени, на это нужно время, чтобы это сделать. Но мне кажется, все-таки, знаешь, выход проводника, разработка «Наследие» все-таки как-то повлияла на выход SDK. Потому что там увидели, типа, вот ребята что-то хотят, занимаются. Давайте-ка мы вам SDK дадим. В общем, это мое мнение такое, как-то так. Помимо релиза SDK, также был еще один достаточно крупный инфоповод, который обсуждался, так или иначе, вот, собственно, заявление в 4A Games о большем уходе в политизированность в своих будущих играх. Как ты к этому относишься? Такой провокационный вопрос. Как я к этому отношусь? Смотри, политизированность, она уже была в лосайте. Если ты играл, то там ты видишь, там злые красные... Ну да, есть некие аллюзии, это были были. Да-да-да. Вот там, бедная Спарта спасается от красных. И, в принципе, по нашему мнению, в команде, это... Я не знаю, мы как-то не особо хотим затраивать какие-то такие политические конфликты, какие-то там... Не особо хочется показывать это на игре, хочется просто сделать интересную историю, интересный геймплей, интересных персонажей, упоминания вселенной, там, книг, персонажей из книг. Типа, вот это круто. А когда ты там про злых коммунистов делаешь игру, не знаю, мне это не особо как-то нравится. Политизированность в будущих играх. Ну, это их дело, как-то. Чё, я ничего не могу с этим поделать, сам понимаешь. Ну да, я понимаю. Что ж, вернёмся к наследию. Сколько сейчас человек в целом трудится над проектом? Сейчас над проектом трудится 12 человек. Нужны ли сейчас люди в команду? Возможно, вот среди смотрящих это видео есть тот, кто может вам помочь при разработке. Кого сейчас не хватает в команде? В команде? Сейчас не хватает у нас, наверное, ну, да, реально, типа, рук не хватает. Это в плане 3D-моделлера не хватает. Нам бы хотя бы сейчас ещё одного 3D-моделлера а так, в принципе, очень ещё хотелось бы, знаешь, найти человека, который очень хорошо разбирается со звуком. То есть, чтобы, например, у нас есть два актёра озвучки, и у них разные микрофоны, у них разная громкость. И всё это как-то нужно подгонять под одну громкость, чтобы в игре это, ну, не были вот такие вот скачки. Типа, один громко, другой тихо, и был бы вот круто ещё какого-нибудь звукорежиссёра или как. Вот это, да, так в остальном пока всего хватает. В общем, зрители, вам на заметку. Бывали ли моменты, когда просто хотелось всё бросить? К примеру, что-то не идёт в разработке, какие-то трудности, и ты такой думаешь, а может, ну его вообще, всё это? Я даже не знаю, можно ли это сказать, что хотелось бросить. Бросить никогда не хотелось, вот правда. Уже сколько, мы больше двух лет делаем наследие, и как-то мы пережили тот момент, когда можно было это бросить, сейчас это уже нельзя бросить. Потому что, ну, нельзя уж только сделано, и просто так это на ветер, или, не знаю, забыть об этом, для меня это невозможно. Я даже, если честно, не представляю свою жизнь, что я буду делать после выхода наследия. Реально, типа, для меня это уже вот как, просто, как жизнь, я не знаю. Мы уже столько прошли, столько этапов разработки, что-то бросать, это вообще, не-не-не, мимо-мимо. Я это просто к тому, что очень часто в том же сталкерском дострое весьма амбициозный проект, к сожалению, не доходит до релиза, как раз-таки по самым разным причинам, там, с трудностями, да, связаны какие-то, вот, именно с разработкой или там какие-то личные моменты, скажем так, да, и, казалось бы, да, амбициозные проекты, которые все ждут, комьюнити, как бы держат руку на пульсе, так и, к сожалению, не выходят. То есть, команда, условно говоря, просто может перегореть. У вас нет таких вот нюансов, моментов, переживаний по этому поводу? Ну, смотри, когда у нас есть переживания, мы просто вспоминаем проект, такой вот, раньше был знаменитый, популярный, Frozen Zone, его все знают, конечно же, и мы просто вспоминаем его историю, и такие, да не, ребята, у нас все хорошо, давайте работой заниматься. Вот как-то так. А вот как часто у вас в команде вообще возникают споры или, может быть, даже разногласия касательно каких-то элементов в проекте? Если споры или разногласия появляются, то мы стараемся как-то сразу решить, сразу перейти к какому-нибудь компромиссу, и чтобы этой проблемы не было, чтобы у всех все устраивало. Нужно так. Потому что в команде нет, в принципе, главного разработчика, и мы все на равных, поэтому нужно, чтобы всех все устраивало, потому что все работают, можно сказать, за бесплатно, на энтузиазме. Ну, которые считаете удачными в тех или иных моментах игры. В других играх, наверное, нет, а вот в основной сюжетке, в основных играх, которые делали в Free Games, ну, это Last Light, E33, Redux, Exodus. Там, конечно, подсматриваем, там идеи какие-то, здесь вот так можно сделать, там так, и в других играх не особо, типа, в основном, знаешь, если что-то там придумать надо, то это книги по метро, естественно, то есть ими вдохновляешься, как там какие-то истории, знаешь, у нас, условно говоря, там есть станция, да, какая-нибудь, та же киевская, просто читаешь описание к ней, на метропедии, там, не знаю, какие-то отрывки из книг, где описывалась эта станция, и вот как-то представляешь ее так себе, и делаешь, работаешь, вот как-то так. Планируете ли вы как-то развиваться по части медиа, наполнять группу ВК контентом, устраивать конкурсы, события для комьюнити? А есть ли желание задействовать больше информационных ресурсов, тот же, к примеру, Телеграм, Инстаграм, может быть, даже ТикТок? В принципе, всем медиа-контентом, который есть сейчас, ну, грубо говоря, им занимаюсь только я, потому что у других как-то нет особо на это времени, и ты представляешь, мне еще нужно Телеграм вести, Инстаграм, ТикТок, а уровни, когда я делать буду? Наверное, тоже знаешь, вот ты спрашивал, там, кого не хватает в команде, ну, а с другой стороны, знаешь, к таким, каким-то ресурсам я не могу какого-нибудь человека допустить левого, чтобы он им занимался, потому что у нас уже были прецеденты, когда люди приходили в команду, типа, все-все хорошо, туда-сюда, начинали работать, а потом просто, ну, я не знаю, забивали, не забивали, ну, короче, творили какую-то фигню в команде, а у них уже был какой-то на руках, например, контент по моду, и эти люди могут его слить, короче, не знаю, над этим нужно еще подумать. Собираетесь ли проводить прямые эфиры, где можно больше рассказать о проекте и, соответственно, ответить на вопрос игроков, или, может быть, выпускать видеоотчеты на YouTube-канале, те же дневники разработчиков, как это делают другие игровые студии, команды, что по поводу этого думаете? Ну, мы как-то хотели провести там стрим, но это даже не то, что там какие-то донаты собрать, просто так пофаниться, там поиграть в наследие, типа на стриме, я думаю, прикольно было бы. Какие-нибудь дневники разработки, это, наверное, да, было бы реально круто такое сделать, но, к сожалению, у нас просто людей, наверное, таких нет, которые могли бы этим заняться, потому что, ну, сейчас, если у нас человек, в принципе, который может заниматься каким-то медиа-контентом, какие-то дневники разработки, монтировать, пилить там туда-сюда, но у этого человека сейчас слабенький ноутбук, который не особо как-то все тянет, и вот он сейчас собирает компьютер, и возможно, возможно, через месяц, полтора-два что-нибудь такое увидим в плане дневников разработки. Вот, кстати, по поводу донатов, не было ли мыслей монетизировать свою работу? Понятное дело, 4A Games, конечно же, не позволит это сделать в полной мере, ввиду авторских прав, интеллектуальной собственности, но, может быть, опять же, вот через те же стримы, кстати, вот, раз уж речь об этом зашла. Ну, мы, в принципе, когда начинали сидел проводник, ну, мы говорили, что, типа, нам ничего не надо, никаких донатов, мы это, мы все бесплатно делаем на энтузиазм, потому что нам это нравится. Ну, потом как-то немножко уже энтузиазм, естественно, спал, как-то захотелось бы, вот ты тратишь время, ну, и хочешь какую-нибудь копеечку там, ну, или как-то на развитие мода, чтобы там, например, развучку, кого-нибудь заказать, там, я не знаю, что-нибудь там купить, вот, как раз-таки сейчас потратили такую небольшую сумму, там, для проекта, но это уже потом как-нибудь расскажем. Донат у нас, в принципе, есть, у нас появились бусти, патреон у нас есть, и на бусти уже, кстати, нормально так подписчиков, там человек 10 уже подписан на нас, именно по платной подписке, и прям респект этим ребятам, я туда тоже почу иногда эксклюзивный контент, всякий кидаю, ну, ребят поддерживают, это классно, когда твою работу как-то ценят. Какого характера именно эксклюзивный контент, что вы именно туда выгружаете, то есть, это какие-то именно игровые моменты, скриншоты, что вы выкладываете туда? Да там, в принципе, все подряд выкладывается от скриншотов до артов каких-то, до описания артов, вообще все подряд, то есть, условно говоря, недавно мы выкладывали еще до 24-го числа там скрины на редаксе, и там, условно говоря, один скриншот полетел в группу, а еще три, они были на бусте, ну, ребята денежку кидают, надо же что-то показывать там. Окей, немного шагнем вперед, и так вот, время релиза, вы заканчиваете разработку, выпускаете свое метро мечты, боишься ли ты того, что ваш проект могут посчитать не оправдавшим ожидания, а есть ли вообще в целом такие опасения, или вы уверены в том, что делаете? Ну, в принципе, лично я, наверное, уверен в том, что я делаю, и проект мы точно доведем до конца, он выйдет, это 100%, что не оправдает ожидания. А, какие ожидания? Раньше выходили какие-нибудь такие глобальные моды, кроме проводника, естественно, на метро, это будет, можно сказать, первый глобальный мод на метро, если там у нас, да я думаю, вряд ли нас туда перейдет, потому что у нас уже столько контента сделано, и чтобы такой мод создать на Эксодусе, какой делаем мы, там, года три минимум еще нужно, мне кажется. Напасений нет, все нормально будет, я думаю. Ну, это главное. Последний вопрос на сегодня, каким ты видишь моддинг на метро в будущем, скажем, через пять лет? Кстати, интересный вопрос, каким я вижу моддинг. У метро, в принципе, аудитория намного меньше, чем у Сталкера, у того же, но у Сталкера она и раскрутилась из того, что там выходили моды всякие интересные, там, в свое время, когда еще интернет плохо у всех работал, там покупали моды на дисках, такая тема была прям вообще. Я тоже сам покупал моды на дисках, это прям вообще прикольно было. И как-то вот так вот Сталкер раскрутился, так в СНГ-комьюнте, что у него очень большая аудитория, такая фан-база, у метроида, конечно же, намного меньше. Через пять лет, я даже не знаю, может быть, знаешь, может быть такое, что вышел из ДК, но моды там, условно говоря, выйдет какой-нибудь, там, я не знаю, Васянка, там, а-ля, как там назывался этот мод? Угарный на Сталкер, Тень Чернобыля, забыл. Диана, ОП, не знаю. Нет, 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 где-то вообще полная ахинея, там вообще, что-то глотволак. Вонючки может, да-да-да-да, не знаю, тень Вонючка выйдет, там, на Эксадус, на тень глобальная, в течение пять лет, ну, возможно, знаешь, да, через пять лет, какой-нибудь глобальный мод, там, с озвучкой, там, с сюжетом, возможно, выйдет, да. Я не думаю, что прям, море в метро будет обширной, потому что с ДК довольно сложно работать, на самом деле, чем с Экс-Рейским, потому что исходников еще есть ДК нет. Короче, да, подводный камни тоже свои есть. Вот таким выдалось интервью. Надеюсь, вы получили ответы на интересовавшие вас вопросы. Если хотите видеть подобный формат чаще, то пишите свои комментарии, ставьте лайки под роликом, и, конечно же, подписывайтесь на канал. А, ну и в телегу заходите, куда же без нее, там все анонсы и чат для общения. Ну, а с вами был Рик Вайтал, всем удачи, и пока.